доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала с вами россии мы находимся на роли game онлайн и это девятое видео по рубрике геймплей летсплей и сегодня мы с вами рассмотрим такую игру под названием канариум или конариум не знаю в общем будем назвать канале в общем эта игра это хоррор приключения first person не шутер ну просто first person это это говорю под тегом который я нашел значит это история нас как я понял переносит на далекую арктическую станцию мы приходим в себя охереваем от происходящей обстановке и начинаем путем проб и ошибок путем воспоминаний из головы или не из головы не знаю откуда будет воспоминание от наркотиков или просто это будет сон в общем мы начинаем ломать головоломки свою голову и свои нервы в поисках правды или же истины давайте начнем я в эту игру опять же не играл я стараюсь в этих рубриках не играть для того чтобы вам было интересно смотреть я не знаю будет ли заставка честно не знаю пока я только вижу черную точку ее загрузка ваша жизнь всегда представление рождающих сознание впечатление реального мира неотделимы отведение навеянных игрой воображения г.ф. лавкрафт от души в душу лавкрафт я согласен с тобой я понял никакой заставочки не будет мы сразу появляемся смотрите грибочки симпатично так я могу бегать это уже радует ребятки на управление понятно стандартная значит на пробел я думаю это будет прыжок ты не прыжок значит по сторонам смотрим мышкой вас до бегаем соответственно и шрифт ускорения самым самое главное то ускорение какие-то глюки происходят какой-то мужчинка впереди мне кажется настало время отбросить соображение безопасности настоящий открытие всегда связаны с риском дядя это кто дядя доктор фауст это вы ой увидели у него что-то с глазиками наверное этот капли не закапал и глаза на него больно так собственно введение нашей прошли мы появились в комнате как я понимаю какая-то непонятная синхофазотрон находится справа от нас слева милая камера и милая лампа так счета на заглюканы начались это боль невыносимо господи убейте меня кто-нибудь убейте почему не могу ох наконец боль прицепляется я уже думаю что мой глава взорвется братишка я нажал пробел и что-то произошло когда я очнулся в переговорные на антарктической базе упаут упаут господи это странное устройство уже было на моей левой руке неудивительно что я с ним ничего не помню хорошо как взять берем левой кнопки мыши значит предметы и подбираем левой кнопкой мыши соответственно крутим давайте сам посвячу вам лицо как чтобы себе представили на допросе там не в кгб там или в полиции типа где пиво мы знаем что ты я был ларек где пиво в общем эта камера это прекрасно давайте мы возьмем обязательно я нашел фонарик пробел это инвентарь фонарик который я нашел переговорный отлично просто это так звуки которые за это устройство резонирует у меня в голове хорошо я понял повторяет давайте все осматривать я помню это очень важно пока ничего интересного я не вижу конечно же что это такое так это какой-то цветочек с какими-то надписами за день у нас ничего не нету понятно чё-то херни просто не вырубить к примеру я не знаю я нашел медицинские записи доктора дэвито 1 и так с сорок девятый год журнал наблюдений 4 сеанс ребятки немножко почитаю немножко пройдемся я думаю это этого хватит для того чтобы посмотреть геймплей и немножко летсплея ну как бы в соответствии с рубрикой если конечно кого-то не устраиваться те читаю ребят ну тогда просто не знаю ставьте на паузу читайте сами и потом просто перепрыгуйте дальше итак 1905 все участники пять минут назад приняли смесь в евросе и вошли в некое измененное состояние сознания теперь они что-то невнятно бары мочат во сне словно монотонно читают какой-то текст но это без бессознательные звуки кажется они беспокоятся я наблюдаю как у них двигаются конечности и как всегда гадаю вызваны эти движения их видениями или чем-то еще 1915 как обычно устройство гудит и светится но на этот раз атмосфера чем-то отличается предыдущих сеансов какой бы ни было причинам устройство похоже посылает какие-то сигналы используя код который я не в состоянии понять я все больше и нервничаю оставаясь здесь посреди холодного мрачного и пропитанного фимиамом помещения в одиночестве 1919 кажется участники начали промотать громче и быстрее на стенах так с работы устройства танцуют яркие тени я слышу как снаружи воет ветер похоже приближается буря а то и что похоже 1924 прошло пять минут и три секунды они ушли за пределы моего понимания и контроля больше я ничего не могу сделать лишь молиться об их успешном возвращении мило-мило а фонарик у нас еще включается на эти а страничку можно переводить нельзя ладонько закрываем закрываем значит так это просто открыл шкафчиком ничего нету так читать древний шаманизм покрутили покрутили короче нельзя и прочитать что-то внутри это что читать журнал экспедиции тут не читать не можем я думал что мы сможем прочитать записки этого сумасшедшего доктора который проводил всякие свои исследования неподобающие ладно пойдемте дальше конечно полумрак немножко неприятная узнать и не люблю такую вот хрень и есть кто живой где все мне кажется парень я бы не хотел зареги они все так чем тут можно закинуться что как-то ходить было по базе пусть это веселей какие-то звуки смотрите в темноте вообще хорошо что не заканчивается фонарик то такс читать уведомление о погоде контролер николай хансен дата исполнения нифига не поставлено пояснением ожидаемое снежная буря течение ближайших двух недель ожидается снежная буря при выходе наружи крайне важно помнить все меры предосторожности повестить всех весь ответственный персонал пожалуйста примите во внимание что в течение этого периода радиосвязь между базой и кораблем может отсутствовать подпись красавчик текст у нас дальше фоточки на обратной стороне экспедиционная база упал от транспорт 5 код тут ничего нет какие-то моли страшное это что у нас дух снова посещает нижние ярусы в облике черного кота его спектральное изображение отражается в 7 комнатах какой же грех призвал это из пустого мрачного и призрачного обиталища то есть все таки какие-то элементы хора здесь присутствует какие-то духи какие-то там короче дряни всякие что-то здесь наверное у нас присутствует мерзкие звуки скрипящие они конечно же есть какие-то плямкающие звуки вся эта хрень короче все это есть я думаю любителям такого жанра обязательно стоит в эту игру поиграть конечно же не мне потому что такой жанр не очень люблю управление вас до обычная как во всех бородилках левой кнопочкой мыши мы трогаем всякие штучки мышечка двигаем штучки эти крутим смотрим на пробельчик у нас находится соответственно инвентарь где мы можем почитать свои заметки сумасшедшего в общем я думаю любителям квестов интересных историй обязательно стоит в эту группа играть также пощекотать свои нервы почитать познать эту историю до конца ну а также вообще считаю всем геймерам нужно играть в новые игры которые выходят в общем моя была задача показать вам эту игру немножко не рассказать немножко в нее поиграть играть он дальше или нет это конечно решать вам хотя еще раз повторюсь я считаю что каждая игра стоит внимание с вами был росси спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал ставьте лайки или дизлайки оставайтесь с нами и я думаю что нам будет очень весело будем просто хохотать кто у нас посмотрите какие в��фигии радио отсюда если